Добрый вечер в эфире телеканала CBC, радио CBC FM, новостной выпуск. С вами Эльнар Алиева, главным темам дня. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств Министерства энергетики для оказания гуманитарной помощи Украине в размере 7,6 миллионов долларов США. Вложение в осуществлении государственного контроля в области эффективного использования энергетических ресурсов и энергоэффективности утверждено сегодня президентом Ильхамом Алиевым, соответствующим полномочиям, доверенной Министерству энергетики страны. Включение вопроса о нашем возвращении в повестку дня переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией является историческим шагом. Об этом говорится в заявлении общины западного Азербайджана в связи с брюссельской встречей лидеров Азербайджана, Армении и ЕС. На Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого погибли минимум два человека. В результате происшествия пострадал автомобиль, в котором находились туристы. Полиция Ирана начала организовывать автомобильные пешие патрули, которые будут следить за соблюдением норм ношения хиджабом. В случае неповиновения полиция нравов сможет принимать в отношении нарушительниц определенные правовые меры и привлекать их к ответственности. Президент Азербайджана подписал распоряжение о выделении средств для оказания гуманитарной помощи Украине. Министерству энергетики выделены более 7,6 миллионов долларов США для приобретения и отправки электрооборудования. Амбонсаман Азербайджана Сабин Алива обратилась к международным организациям в связи с экологическими преступлениями, совершенными Арменией в ходе 30-летней оккупации азербайджанских территорий. Отмечается, что помимо совершения военных преступлений и преступлений против мира и человечности, Армения продолжает наносить серьезный ущерб экологической безопасности региона. Ущерб, причиненный Арменией, их плодородным землям, водоемам, атмосфере, лесному фонду, флоре и фауне, минеральным ресурсам и источникам энергии, привел к нарушению экологического баланса Азербайджана, но и региона в целом все это еще раз доказывает, что Армения совершает экологические преступления и не выполняет свои обязательства по международным конвенциям. К сожалению, вызывает этот факт, что международные организации умалчивают об этой проблеме. В очередной раз налицо двойные стандарты. Молчание международных организаций и царящая атмосфера безнаказанности позволяют Армении продолжать свои преступления. Внесение вопроса о возвращении западных азербайджанцев в свои дома в повестку переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией является историческим событием. Об этом заявила община западного Азербайджана. Безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома является не только торжеством прав человека и справедливости, но и необходимым условием для установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном, говорится в сообщении общины западного Азербайджана. До армянской оккупации дорога в городах Анкенди и Шуша проходила через Агдам по равнинной части Азербайджана. Сегодня работы по восстановлению данной инфраструктуры находятся на завершающей стадии. Азербайджан выступил с инициативой направлять по данному маршруту грузы в Карабах, где проживают этнические армяне. Эксперты подчеркивают, что данный путь послужит хорошей альтернативой Лачинской дороге. Маршрут отправки гуманитарных грузов в Карабахский регион Азербайджана, где проживают этнические армяне, через Агдам наиболее целесообразен. Этот путь как альтернативу Лачинской дороге предлагает Азербайджан. Инициативу поддерживает и Европейский союз. Об этом заявил президент Совета Европейского союза Шарль Мишель. По итогам трёхсторонней встречи, прошедшей в Брюсселе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николу Пашиняна. Что касается налаживания коммуникаций, то за последние два месяца стороны также добились явного прогресса в своих дискуссиях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Строительство железнодорожного сообщения должно быть начато незамедлительно. Некоторые детали всё ещё требуют уточнения, но позиции по этой теме сейчас сближаются. Я также отметил готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки в Карабах через Агдам. Я рассматриваю оба варианта как важные и поощряю гуманитарные поставки с обеих сторон, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей населения. В Армении заявление восприняли в штыки. В ответ на трёхстороннюю встречу в Ереване у стен представительства ООН организовали митинг и направили письмо в организацию, в котором выразили своё несогласие с заявлениями премьер-министра Армении Николу Пашиняна и с заявлениями Шарль Мишеля. Армения участвует в переговорах и заявляет, что Карабах — это часть Азербайджана. Я извиняюсь, но с таким же успехом Никол Пашинян мог бы сказать, что Зимбабве является частью Азербайджана. Какое отношение имеет к этому Армения? Армения участвует в этих переговорах, чтобы завоевать лояльность Запада. Мало того, что Никол Пашинян выступает с заявлениями по Карабаху. Но такой аморальный человек, как Шарль Мишель, не может заявлять о том, что грузы в Карабах будут доставляться через Агдам. Мишель — представитель колониальных стран, которые смотрят на нас, как на рабов. Главы стран Европы говорят, что раз Никол Пашинян заявляет, что Карабах — это часть Азербайджана, то и мы должны признать это. Где ваши глаза? Где ваши обязательства? Несогласны реваншистские силы с альтернативой Лачинской дороги еще и потому, что благодаря ей будут пресечены любые попытки провоза контрабанды на территорию Карабахского региона Азербайджана, где проживают этнические армяне. Не так давно был установлен факт провоза контрабандных грузов посредством транспортных средств Международного комитета Красного Креста. Комитет этот факт признал и расторгнул контракты с четырьмя водителями армянского происхождения, совершавшими эти незаконные действия. Фактически это уже будет нереально, потому что грузы будут проверяться в Азербайджане и, естественно, по территории Азербайджана доставляться куда надо. Что касается, допустим, если это грузы извне, допустим, из России или из какой-то другой страны, опять-таки на границе с этим государственным грузы проверяются, проходят все необходимые таможенные и иные сертификаты, регистрацию получают и вполне спокойно уже доходят до адресата. На вопрос телеканала CBC о возможности использования альтернативной дороги Барда-Агдам Международный комитет Красного Креста ответил, что все логистические и административные договоренности являются частью конфиденциальных соглашений со сторонами. Комитет не имеет права раскрывать такую информацию публично. Сразу после завершения Второй Карабахской войны в 2020 году было сложно представить постановление такой инфраструктуры. Окупант превратил Агдам в Хиросиму Кавказа, но несмотря на все трудности, включая и заминированные территории, сегодня здесь практически завершены работы по строительству четырехполосной автодороги, соединяющей азербайджанские города Барду и Агдам. Справедливо отметить и тот факт, что до армянской оккупации дорога в Ханкенди и Шушу проходила именно через Агдам по равниной части Азербайджана. Было ясно, что Азербайджан восстановит этот путь, который, кстати, действовал и в советское время тоже. То есть железная дорога до Агдама, а дальше уже грузы, естественно, шли в ту верхнюю часть, где в советское время было невыгодно строить железную дорогу. Сейчас, к сожалению, из-за остатков, скажем так, из-за тех потерь, из-за того конфликта, который мы завершаем, мы уже вынуждены пока что временно терять сотни и сотни километров на то, чтобы попадать, допустим, в направление Шуша. Лачин, по всей видимости, то есть Лачинский ППП, он постепенно, скажем так, потеряет свою значимость и, может быть, будет в перспективе использован как пункт для тех, кто, допустим, вынужден из карабахских армян поехать к родственникам по каким-то причинам в Армению. Или же вовсе покинуть Азербайджан, если они не согласны с той интеграцией, которая, я так предполагаю, в течение года полтора полностью произойдет в том регионе, где ныне проживают карабахские армяне. Дорога Барда-Агдам – один из проектов дорожной инфраструктуры, который начали реализовывать на территории Карабахского и Восточно-Зангизурского экономического районов после освобождения Азербайджана у своих территорий в ходе 44-дневной войны. А 24 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве одноименной железной дороги протяженностью более 47 километров. Эта территория полностью очищена от мин и строительство железнодорожной линии практически завершено. Заложен фундамент Агдамского вокзала, на большей части дороги уложены рельсы. Медина Гурбанова, СБС. Итак, почему же дорога через Агдам является удобнее? Мы обсудим с военным экспертом Шарем Ромалдановым. Он с нами на прямой связи. Добрый вечер, Шармель. Добрый вечер. Для начала хотелось бы получить экспертное мнение о том, в чем же заключается стратегическая важность эксплуатации маршрута Барда-Агдам. Этот маршрур всегда был стратегическим до оккупации армян в территории Азербайджана. Естественно, после того, как Азербайджан восстановил территориальную целостность, и мы находимся на условной границе, то восстановление этой дороги и ее перспективное развитие как основной логистической магистрали в этом направлении, она приобретает, естественно, как говорится, повседневную потребность. С другой стороны, я должен сказать, что, в принципе, я думаю, все-таки надо было еще раньше, как говорится, об этом ставить вопрос так остро, потому что мы знаем и знали, что Лачинский коридор используется не по назначению. Там проводятся грузы запрещенные, там проходят люди, которые нежелательны для азербайджанского государства. И, естественно, даже в таком, как говорится, такой организации гуманитарной, как Красный Крест, водители армянные используют ее именно для провода запрещенных вещей, контрабандой на территории Азербайджана. С другой стороны, даже чисто в рельефном плане, если взять, то Лачинский коридор, это горный, как говорится, рельеф там преобладает. Естественно, учитывая климатические условия суровые, как говорится, в Лачинском районе и горные рельефы, то безопасность, конечно, в направлении Барда-Ахдам-Ханкенди гораздо удобнее, гораздо безопаснее. Ну и другое немаловажное значение, это то, что у нас где-то 45-46 километров до Ахдама, а от Ахдама до Ханкенди 26 километров. Если то, что касается Красного Креста, и министр иностранных дел Азербайджана говорил об этом, то получается, что если в Барде есть у нас представительство Красного Креста, то от Барды до Ханкенди всего лишь на общего 71 километр, а с Еревана до Ханкенди 330 километров. Для информации я должен сказать, что от Баку до Ханкенди 370 километров. То есть я хочу сказать, что даже если взять эти расстояния, то Красному Кресту, конечно, гораздо короче работать по этой дороге. С другой стороны, вы знаете, все прекрасно соглашаются, все воспринимают, что Нагорный Карабах – это территория Азербайджана, все признают территориальную целостность Азербайджана, но почему-то никто не обращает внимания, что до сих пор Барда, Агдам, Ханкендинская дорога, в принципе, от Агдама до Ханкенди закрыта и препятствует этому миротворцу российские, которые стоят на этих постах и не пропускают наш транспорт, например, в Шушу или в Хальдаджаре. И нам приходится делать большие сотни километров, объезжать для того, чтобы попасть опять-таки с одного района Азербайджана в другой район Азербайджана на территорию Азербайджана. Вы понимаете, тут очень много вопросов возникает. А когда Азербайджан предлагает обеспечение всеми необходимыми товарами, гуманитарными грузами, Красным Крестом и даже, как говорится, миротворческих сил обеспечения, она может пройти по территории Азербайджана, по этой дороге она и удобнее, и короче, и во всех отношениях объяснима. Армянские реваншисты выдвигают какие-то требования и, как говорится, ставят совсем непонятные вопросы в международной практике, потому что это территория Азербайджана, и все признают ее территориальной целостностью. И, соответственно, на территории Азербайджана не должно быть черных пятен, которые на сегодняшний день существуют как Карабахская экономическая зона или экономический район. Поэтому, я думаю, рано или поздно направление этого маршрута идут большие работы. До Агдама, можно сказать, все работы завершены или в стадии завершения. Дальше, я думаю, что дорога будет проходить до Ханкенди, хотят этого или не хотят. Поэтому президент Азербайджана, господин Ильгам Алиев в этом направлении дал соответствующие указания. Я думаю, что вся территория Азербайджана и все дороги на территории Азербайджана должны быть использованы по назначению, независимо от того, кому бы это нравилось или кому бы не нравилось. Мы понимаем, и реваншистов понимаем, и тех, которые противятся этим дорогам, понимаем. Противятся этой дорогам только с одной целью. Для того, чтобы использовать пути для провоза контрабанды, для провоза вооружения и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас армянские реваншисты взяли сейчас этот вопрос и колоколят во все колокола. Но есть реальность, есть международное право, есть международный закон. И Азербайджан предлагает использовать дорогу в том назначении, для которого она существует. С другой стороны, о чем мы говорим? Если бы мы поставили перед собой целью решить вопрос, разоружить незаконное военное формирование, репровести, реинтеграцию армянского общества с азербайджанским обществом, естественно, она должна проходить через дороги, которые проходят через Азербайджан. Азербайджан гарантирует, первое лицо Азербайджана, гарантирует безопасность всему населению, находящемуся на территории Азербайджана, в том числе и армянской национальности. Поэтому я думаю, что этот вопрос времени, рано или поздно будет этот вопрос решен. С другой стороны, сейчас терпят большие убытки из-за того, что эта дорога не используется. И это накладно и для Красного Крыса, это накладно и российским миротворцам. Если учесть тот маршрут, когда поступают грузы в Армению, и каким путем они поступают, мы знаем. Когда все это прекрасно можно, как говорится, использовать азербайджанскую дорогу, азербайджанскую железную дорогу, она гораздо, как говорится, короче. То есть я хочу сказать, что все вопросы стратегического и практического использования дороги через БАРД, Ахдам, Ханкенды, она очевидна. Поэтому я думаю, что этот вопрос времени рано или поздно будет решен. Рано или поздно всем несогласным придется смириться с реальностью в регионе, установленной после победы Азербайджана в ходе Отечественной войны. Спасибо вам большое, Шаир Мяль. Пожалуйста. На связи с нами был военэксперт Шаир Хармалданов. А мы продолжаем наш выпуск. В ходе переговоров в Брюсселе по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией были рассмотрены важные вопросы повестки дня. Одной из главных тем стала интеграция карабахских армян в азербайджанское общество. Подробности узнаем у моей коллеги Беновщи Назаровой. Беновща, приветствую. Тебе слово. Здравствуй, Ильнар. Да, действительно, установление прямого диалога по ГУС с представителями армян Карабахского. Карабаха стала одной из важных тем, на которой заострил внимание президент Азербайджан Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Брюсселе под представительством главы Евросовета Шарля Мишеля. Последний отметил, что окончательных договоренностей пока нет и что этот вопрос нуждается в уточнениях. Но вот накануне глава службы нацбезопасности Армении Давид Шахназарян поделился с армянскими СМИ информацией, что власти Азербайджана подготовили план полной интеграции Карабаха в состав Азербайджана, который, по сути, является дорожной картой. По его словам, эта программа предусматривает четыре этапа реализации. Замену документов, в первую очередь паспортов на азербайджанские, включение мест проживания армян в зону хождения азербайджанского Моната, полное разоружение и расформирование незаконных вооруженных формирований, полная передача власти азербайджанскому правительству. Он также сообщил, что на реализацию этого плана дорожной карты выделено 12 месяцев по 3 месяца на каждый этап. Эксперты отмечают, что процесс интеграции в полной мере может способствовать тому, что не только армяне Карабаха будут жить в мире, но и сами азербайджанцы будут возвращены в родной Карабах. Превращение вот этого пункта возвращения азербайджанцев в западную азербайджанскую ипостась, скажем так, или в западный Азербайджан, это уже говорит о том, что мы фактически сделали повестку более интенсивной, более динамичной. И если решается вопрос обеспечения прав, скажем, и безопасности армян Карабаха, которых там не более 20-30 тысяч, ну максимум 30, то азербайджанцы тоже должны вернуться на свои исконные территории, и армянская республика должна соблюсти все их права. И в этом смысле, я думаю, что восстанавливается уже паритет, и этот пункт повестки, он может сыграть ключевую роль в том, чтобы Армения перестала заниматься обструкцией и начала бы говорить по существу. Впрочем, нужно отметить, что в последнее время, по мере того, как Азербайджан пытается найти точки соприкосновения для диалога с карабахскими армянами, Ереван делает все, чтобы этого не случилось. Так, совсем недавно, в марте текущего года, официальные лица Азербайджана встретились с представителями и этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Встреча состоялась в штабе российской миротворческой миссии, расположенной в городе Ходжалы. Такой расклад событий в очередной раз показывает, что Баку не видит альтернативного решения, кроме как тесной интеграции армян Карабаха в азербайджанское сообщество. Об этом неоднократно заявлял и президент Азербайджана Ильхам Алиев, отмечая, что для карабахских армян будут созданы все необходимые условия. Они будут пользоваться теми же правами, что и другие граждане Азербайджана. Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать наши внутренние дела ни с какой страной. Карабах – это наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства. Здесь полная свобода. Предлагаются все демократические основы. Этот вопрос должен найти свое решение на основе прав человека. Сегодня все наши действия показывают это. И наше намерение состоит в том, чтобы в скором времени был подписан мирный договор, был положен конец противостояния между Азербайджаном и Арменией. Диалог – лучший способ избежать повторного, крупномасштабного противостояния. Эта позиция официального Баку находит поддержку и на международном уровне. По сути, армянам предлагается выход – обсудить вопрос реинтеграции с Баку. Нужно отметить, что такое предложение Баку предлагал карабахским армянам дважды. Однако армянская сторона на них ответила отказом. Чего на самом деле добивается Армения, пока не ясно. С одной стороны, она заявляет о мире. С другой – делает шаги, противоречащие этим заявлениям. Стоит отметить, что настрой среди самих карабахских армян также разный. Их можно разделить условно на три группы. Те, которые желают уехать из Карабаха, те, которые готовы жить в составе Азербайджана и те, которые призывают поддерживать воинственную риторику. Эксперты подчеркивают, что последние после окончания мандата российского миротворческого контингента также покинут территорию Азербайджана. Понятное дело, что эти битинги в Ханкенте, которые сейчас происходят, они ни к чему не приведут. Единственное, что они этот процесс сам по себе тормозят. Потому что те люди, которые сейчас углавляют армянскую общину Карабаха, они заточены были на сепаратизм. И, в общем-то, они уже не могут и не имеют права представлять армянскую общину, которая должна выбрать других представителей, других лидеров, которые будут способны договариваться с Азербайджаном и, в общем-то, договариваться именно с Сувереном, своим собственным, о том, как они войдут в общее пространство Азербайджана, юридическое поле Азербайджана, как они станут полноценными гражданами. Эксперты отмечают, что серьезным препятствием для установления мира и порядка на земле являются незаконные армянские вооруженные формирования и военнослужащие Минобороны Армении, которые должны были покинуть территорию Карабахской экономической зоны согласно четвертому пункту трехстороннего заявления президентов Азербайджана, России и премьеры Армении по итогам 44-х дневной войны. Ситуацию осложняется еще тем, что армянские бандформирования продолжают вести противоправную деятельность на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, мандат которого стекает через два года. И чем меньше остается времени для пребывания российских миротворцев, тем больше в регионе наблюдается попыток масштабной деэскалации. Несмотря на то, что с момента окончания войны прошло уже достаточно времени, Армения не стремится к заключению мира. Она не хочет не только возвращения азербайджанцев на свои исконные земли, но и всячески пытается помешать процессу интеграции карабахских армян в азербайджанское общество. Они хорошо понимают, что будут жить под флагом Азербайджана и с азербайджанскими паспортами. Но тем не менее, мы видели недавно, как они устроили митинг в Ханкянде. Кроме того, Армения всячески пытается помешать мирному урегулированию вопроса своими нескончаемыми провокациями. Если мы говорим про исконные азербайджанские земли, Ханкянды, Ходжалы, Агдаря, то, несомненно, азербайджанцы должны вернуться к родным очагам, а армяне, если хотят там жить, должны соблюдать условия, поставленные азербайджаном, и жить как граждане Азербайджана. Придерживаясь принципиальной позиции, азербайджанская сторона выполняет свои обязательства по нормализации отношений с Арменией, предлагает подписать мирный договор, пытается установить прямые контакты с армянами Карабаха. Это процессы, которые должны быть осуществлены для прочного мира и светлого будущего в регионе. Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность этих двух принципов еще в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Отвечая на вопрос о доброй воле, как шага усиливающего доверия, чтобы в переговорах, связанных с еще нерешенными вопросами, был достигнут успех, президент Азербайджана подчеркнул, что на трехсторонней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, организованной госсекретарем Энтони Блинкиным, было общее понимание того, что необходим двухвекторный подход к ситуации в регионе. Это вектор мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и связь Азербайджана с армянским населением Карабаха. У меня на этом все, Эльнара, тебе слово. Спасибо, Беновща. О процессе интеграции карабахских армян в Азербайджанское общество рассказал моя коллега Беновща Назарова. Продолжаем наш выпуск. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил положение об осуществлении государственного контроля в области целесообразного использования энергетических ресурсов и энергоэффективности. Документ подготовлен на основании соответствующего закона и регулирует связанные с его реализацией решения. Контроль позволит предупреждать нарушения своевременно их выявлять и устранять имеющиеся недостатки. Эти функции, присвоенные Министерству энергетики, страны и контроль, осуществляются в отношении подпадающих под законодействие хозяйствующих субъектов и собственников нежилых помещений. В том числе предусмотрено проведение обязательного энергетического аудита, соблюдение требований к системе энергоменеджмента, расчет потребляемой энергии, информирование потребителей и другие условия. Для сбора проверки и оценки достоверности информации о мерах по энергоэффективности министерством осуществляется мониторинг. По его итогам и субъектам контроля будут даваться рекомендации в соответствующей области. Катарский телеканал «Аль Джазира» показал обширный репортаж о ходе мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, а также о ситуации в Карабахе и в регионе в целом после победы Азербайджана в 44-дневной войне. В материале была представлена история армяно-азербайджанского конфликта, рассказанная об усилиях Азербайджана по установлению мира в регионе и открытии транспортных коммуникаций. Гостья программы грузинский ученый Тамара Драгадзе рассказала о справедливой позиции Азербайджана, отметив, что официальный Баку предложил подписать мирные соглашения, основанные на международных правовых нормах, на взаимноуважении, территориальной целостности и суверенитета. Она добавила, что хотя армянская сторона официально признает, что Карабах является территорией Азербайджана, Ереван не занимает достаточно конструктивные позиции в мирных переговорах. В репортаже также сообщалось о состоявшейся 15 июля в Брюсселе трехсторонней встрече президента Азербайджана Эльхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По меньшей мере, два человека погибли и один пострадал в результате взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По сообщению местных СМИ, часть железнодорожного и автобусного сообщения уже восстановлена. Автомобилистов призвали воздержаться от поездок через Крымский мост. Не работает паромная переправа между Крымом и Кубанью. В Минтрансе России заявили, что на пролетах моста повреждено дорожное полотно, однако опоры моста остались целыми. Представитель российской администрации в Крыму Владимир Константинов обвинил в произошедшем Украину. По сообщению РБК Украина, к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и военно-морские силы страны. Об этом украинскому изданию сообщили в СБУ. Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать, сообщил источник. Аналогичное происшествие произошло в октябре прошлого года. Тогда на Крымском мосту был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Погибли четыре человека. ФСБ России сообщали, что теракт организовали Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. Украина свою причастность отрицала. Сегодняшнего дня прекращено действие зерновой сделки за последний год в рамках черноморской зерновой инициативы, заключенной при посредничестве Турции и ООН из портов Украины, экспортировано около 33 миллионов тонн аграрной продукции. Срок действия зерновой сделки истек. И вопрос о ее дальнейшей судьбе стоит остро. Соглашение по экспорту украинского продовольствия из портов на Черном море остановлено в понедельник. Об этом сегодня сообщил журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки после того, как будет выполнена часть соглашения, относящаяся к экспорту из России. В то же время Дмитрий Песков отрицает, что ночная атака на Крымский мост может повлиять на позицию Москвы по зерновой сделке и стать аргументом в пользу отказа от ее продления. Еще на минувшей неделе президент Владимир Путин делал заявление о намерении Москвы приостановить участие в соглашении. «Фактически, черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России и этих черноморских договоренностей, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренности будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки незамедлительно». С начала августа прошлого года в рамках черноморской зерновой инициативы из портов Украины экспортировано около 33 миллионов тонн аграрной продукции, пишет агентство «Надолу». В том числе 40% перевезенной по коридору продукции доставлено в Европу, 30% в Азию, 13% в Турцию, 12% в Африку и 5% на Ближний Восток. Ранний министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что черноморская зерновая инициатива превратилась в коммерческий проект, и Россия не видит оснований для продления срока соглашения. «Был пакет, который был предложен Антонио Гутеррешем, генеральным представителем ООН. Все условия обеих частей этого пакета хорошо известны, и украинская часть этого пакета реализовывалась, и сейчас уже всем давно понятно, что она превратилась, украинская часть этого пакета, в коммерческий проект». Договоренности об экспорте продовольствия из Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН, и дважды продлевалось. Один из пунктов соглашения регламентирует порядок вывоза зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Другая часть касается доступа на мировые рынки российской сельхозпродукции и удобрений. Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанду оружия и исключить провокации. Накануне власти Ирана запустили работу специальных патрулей по контролю за соблюдением женщинами хиджаба. О причинах и последствиях этого решения подробнее расскажет мой коллега, политический обозреватель СИБИСИ Руслан Сулейманов. Руслан, я вас приветствую. Здравствуйте, Ильнара, большое спасибо. Вчера полиция Ирана проинформировала о начале работы специальных патрулей для контроля за соблюдением хиджаба. Соответствующее заявление распространило близкое к силовикам информационное агентство ФАРС. Как уточняется, с воскресенья в Исламской Республике начали действовать пешие и автомобильные патрули полиции, которые следят за соблюдением хиджаба представительницами прекрасного пола. Сначала патрули будут делать предупреждение, однако, если это не возымеет эффекта, женщин могут сразу привлекать к судебной ответственности. Как подчеркивается в сообщении, данные меры принимаются по запросу людей различных социальных групп и институтов с одобрения президента страны и главы судебной власти Ирана. Стоит напомнить, что после протестов осенью прошлого года формально полиция нравов не была ликвидирована в Иране, однако она практически исчезла с улиц городов Исламской Республики. В конце апреля нынешнего года в качестве меры для контроля за соблюдением хиджаба активно используются камеры видеонаблюдения, которые регистрируют женщин с непокрытой головой, в том числе в автомобилях. А после соответствующего предупреждения женщинам теперь приходит сообщение о запрете пользоваться машиной на 15 дней. Помимо этого власти Ирана периодически закрывают рестораны, магазины и торговые центры, где неоднократно замечены девушки, не соблюдающие нормы исламского дресс-кода. Очевидно, что после крупнейших за последние 43 года протестов власти Ирана не смирились с трансформацией нормы по дресс-коду. То, что значительная часть женщин и девушек сегодня выходит на улицы страны с непокрытой головой, правящая элита воспринимает как прямую угрозу основам Исламской Республики. Вместе с тем важно подчеркнуть, что новые патрули – это не полиция нравов. За исламским дресс-кодом в Иране сейчас наблюдают обычные полицейские патрули. Что касается полиции нравов, то, по всей видимости, она пока что находится в режиме ожидания. Если не будет никакой существенной реакции на полицейские патрули, то высока вероятность возвращения полиции нравов, которая, как известно, действует еще более решительно и даже беспощадно по отношению к женщинам. Параллельно с этим в конце мая в Иране объявили о создании специализированных патрулей для борьбы с абортами. Формально их появление власти объяснили попытками противостоять сокращению населения Исламской Республики в последние годы. Однако более вероятно, что новые ограничения прав женщин в Исламской Республике стали следствием прошлогодних массовых протестов, в которых погибли порядка 500 человек. Как отмечают многие эксперты, руководство Ирана сейчас пытается вернуть общество к его прежнему состоянию. В представлении консерваторов, которые находятся у власти, одна из форм взаимодействия с обществом – ужесточение давления на него, в том числе и посредством введения новых патрулей. Сегодня в Иране нет той протестной активности, которая была в конце прошлого года. Но тем не менее у властей Исламской Республики много поводов для беспокойства. Во-первых, в разных уголках страны периодически вспыхивают локальные демонстрации. Во-вторых, протесты приобретают совершенно новые формы, которые могут быть не столь очевидны на первый взгляд. С учетом того, в каком непростом положении сейчас находится страна, а также с учетом нежелания консерваторов идти на уступки, массовые протесты могут вспыхнуть в Иране в любой момент. Ильнара, вам слово. Спасибо, Руслан. Руслан Сулейманов в работе в Иране специальных патрулей по контролю за соблюдением женщинами хиджаба. К этому сейчас пока что все. Смотрите CBC, чтобы быть в курсе событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова